Центральная Азия ищет таланты Шоу, в котором истории участников берут за душу Ты настоящий борец, я тебя за это уважаю Центральная Азия ищет таланты Это шоу, которое меняет судьбы людей Будешь сегодня петь, я буду петь Я умру, но я буду петь Мелисимо! 15 сентября прогремела премьера шоу Центральная Азия ищет таланты Зрители четырех стран уже успели познакомиться с сотней участников Популярность которых можно измерить в миллионах просмотров на YouTube Поэтому Central Asia's Got Talent можно назвать проектом Который открывает двери будущим звездам Я готова была 10 минут слушать твой голос Это дневники Central Asia's Got Talent В них мы подробнее рассказываем о жизни участников Предубеждать надо, да? Да, да, да Такое высокое напряжение, да Некоторые конкурсанты покоряют проект одни, другие парами Многие из них друзья, другие просто коллеги Но были и те, кого связывала любовь А признаться в любви Мы можем сделать это в песне Знакомьтесь, Даулет и Наргиз Вокальный дуэт из Казахстана Выступивший в четвертом выпуске шоу Пара не расстается друг с другом ни в жизни, ни на сцене Мы уже как год вместе и поем, и встречаемся, можно сказать Любовь проснулась в их сердцах почти одновременно Потом начался период романтики, когда в ход пошли стихи, песни и подарки Словами не описать, конечно Но за какие-то три дня, можно сказать, моя любовь проснулась к Наргиз Даже был такой случай, что я написал стихотворение Так и называется, три дня Да, он мне его скинул Я даже не подозревала, что этот стих посвящен мне Я думала, что это просто, он делится своим творчеством Я его так похвалила В общем, он был в такой франц-зоне Наргиз обожает наблюдать за Даулетом, когда он пишет музыку и играет на гитаре Даулет, в свою очередь, считает Наргиз своей музой У него куча песен И он просто их никому не показывает Вот я все его знаю наизусть песней Вообще, да, я в плане того, что хочу показать себе народу как разносторонний композитор Разножанровый композитор Потому что я могу и классическое произведение написать, и эстрадное произведение Что-то джазовое, что-то такое народное Он может писать все Он даже кьюи пишет Я настолько удивлена каждый раз его талантом Можно сказать, что любовь привела Даулета и Наргиз на шоу Central Asia's Got Talent И эта энергия передалась в песни из мультфильма «Красавица и чудовище», которую они исполнили на сцене Нам сказали, что мы классно звучим вместе Они нас уже пожинили Сказали, что если мы пойдем в финал, то проспонсируют свадьбу нашу Фаридун и Камила Влюбленная пара из Таджикистана пришли на шоу, чтобы выступить в дуэте История их отношений началась в социальных сетях и перетекла в реальность Мы встретились, мне он не понравился, ему я не понравилась Потом что-то ради прикола продолжили дальше общаться, а потом полюбили друг друга Хоробу седьмой месяц через четыре дня Четыре дня Что вы нам приготовили? У нас будет смесь песни с танцем Давайте, вы готовы? Я готов Манит красота – это твоя судьба Деспасито Не забудешь эту ночь без сна Ночь без сна Я, конечно, уважаю людей, которые сами пишут, сами аранжируют. Аранжировка твоя тоже, да? Да. Эта песня вообще, это вообще история любви, да? Ну, это середина нашей любви. Это середина? Он семь или восемь песен посвятил. Я даю тебе возможность, чтобы ты еще появил свой талант. Я говорю тебе, да. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ли Надежда, это мой супруг. Охрамонах Назаров. Работаем в ролике, парни ролики. Бара познакомилась в цирковом колледже 15 лет назад. Несмотря на то, что Кахрамон старше Надежды на один год, они часто встречались на общих репетициях. Сначала дружеские отношения, мы как бы друзья общались, шутили всегда, а потом как-то потихоньку, потихоньку, как-то все это переросло больше в любой. Надежда и Кахрамон поженились в 2001 году. И сейчас воспитывают дочь. На кого вашу дочь? На меня. Больше меня. Очень. Очень похож на меня. Как узбекский ничего нет. Был период, когда супруги выступали в цирке вместе с дочерью. Ну, в прошлом году она с нами работала, ролики, но в этом году мы нет, мы с ней не работаем. Потому что у нас в декабре она на соревнования сломала руку, из-за этого мы ее сейчас не берем в номер, а так мы втроем работали. Когда цирковые артисты узнали о кастинге в шоу талантов, они приняли решение выступить с очень рискованным номером. Когда мы репетировали вот именно этот номер, были падения, там были вообще очень страшные падения. Цирка всегда есть. Это риск, да, это цирк. Правда, падение всегда есть. Без этого никак. От волнения избавиться трудно. Но когда ты доверяешь своему партнеру, то выступать становится не страшно. Я считаю, что он очень надежный. Но я за ним, как за каменной стеной. Сильный. Это про него она. Ловкий, выносливый. Он очень спокойный. Мне нравится, что он всегда подходит к любой проблеме, решает ее. А что вы можете сказать? Я не могу. Просто нравится все. Я просто не люблю себя. Весь этот номер, я сидела такая напряженная, я боялась, что как бы вы не вылетите из этого, вот этого круга, да. Вот такого номера мы еще не видели, поэтому мне очень нравится. Спасибо вам. У вас четыре, да, вы переходите во второй тур. Спасибо большое. Очень понравилось шоу. Это такой большой проект для нас впервые. И так волнительно было это все. Все классно было. Субтитры делал DimaTorzok Все знают друг друга с детства. И так сложилось, что у друзей есть общие музыкальные интересы. Умида любит петь и мечтает стать певицей, а он занимается битбоксом. Ну он давно занимается уже битбоксом. Не, не давно, а два или три года. Ну давно, да. А я только год начала заниматься. Я не только битбоксер, а я занимаюсь битбоксом. Я битбокс. Вокальная пара постоянно спорит друг с другом. Но это не мешает им находить общий язык в творчестве. У него есть одно плохое качество. Он эгоист. Любит сам только ходить. Вот. Только одно есть. Хорошее качество. Хорошее качество. Хорошее качество. Публика приняла. Круто вообще. Отлично. Мне понравилось. А вот Соберджон Таиров из Таджикистана все еще в поисках настоящей любви. Но пока найти подходящую невесту у него не получается. У моих родителей считать три сына. Если бы дочки были, то уже давно бы у них внуки были. А их ровесники там уже с внучатами, с правнуками. Он говорит, ну где? Ну когда же? Соберджон – хореограф. В ближайшем будущем у него в планах развивать танцевальное творчество. А это требует много усилий и времени. Я стремлюсь вот эту хореографию в Таджикистане продвинуть на мировой уровень, чтобы наконец узнали о Таджикистане, что у нас есть таланты. Все равно идеи нужно находить, где-то смотреть. Это такая система, можно сказать. Потому что прям это нужно каким-то наивеликим танцором быть, чтобы уже автоматически самому придумывать движение. Танец шаринг. Круто. Мне очень понравилось. Такие движения такие четкие. Молодец. Хороший номер был. Профессионально сделан ее. И видно, что отработанный. Сегодня – да. И я говорю – да. У тебя сегодня четыре – да. Супер вообще. Я просто три дня не спал. Я… Такое ощущение, как будто у меня сон. Да. Сильно волновался перед танцами? Нет, я уснул посреди танца. На сцене Central Asia's Got Talent за все дни кастингов выступали таланты разных жанров. Пели и танцевали. Выходили в образе белки и зебры. Исчезали со сцены и пропускали через себя ток. Смешили судей. Я буду еще танцевать. И заставляли волноваться. В седьмом выпуске программы участник из Казахстана Айдос Токторбаев проглотил дрель на сцене. Но ни в коем случае не повторяйте это дома. Чтобы научиться таким трюкам, Айдосу пришлось многое перетерпеть. Айдос Токторбаев У вас один нет три да, и вы проходите на следующий тур. Поздравляю. На проекте «Центральная Азия ищет таланты» часто выступают дети. Они читают стихи, поют песни и танцуют. Но выступление этого юного акробата мы запомним надолго. Бывают самые разные ситуации. Бывало и так, что увидев, как я его кручу, подходили и давали мне пощечину. И ругались, мол, ты мучаешь ребенка. Но на самом деле ему не больно. Это искусство. Тебе нравится заниматься со мной? Тебе не страшно? Не опасно? Тяжело остаться равнодушным, когда на сцене показывают такие трюки. Поэтому наши судьи попросили Юнус Джона не мучить мальчика и больше не применять в своих трюках подобные элементы. Этого парнишку к нам привели его родные. Они однажды увидели, как мы выступаем, и влюбились в наше искусство. Его привели лично ко мне в четырехлетнем возрасте. И вот уже два года он учится вместе со мной. Юнус Джона не прочитала на Маст Клуб. И в санатуре не прочитала. ою! Юнус Джона! Юнус Джона! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абус Чон мечтает, чтобы весь мир увидел, какие сильные люди живут в Центральной Азии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Силачи, акробаты, вокалисты, ювелиры, танцоры и не только! Сотни талантливых участников уже вошли в историю первого сезона шоу «Сентрал Эйжес Год Талант». Хотели шоу, они вам показали шоу. Молодцы! Кастинги подошли к концу. По правилам шоу в полуфинал автоматически прошли обладатели «Золотой кнопки». АПЛОДИСМЕНТЫ А участникам, которым сказали «Да», ждет этап под названием «Делиберейшн». Именно в нем судьи примут решение, кто из участников окажется в полуфинале шоу. Кто эти счастливчики? Вы можете узнать уже в это воскресенье на телеканалах «Хабар», «Зор ТВ», «КТРК» и «ТВ Сафина». Ну а мы говорим вам «До свидания!» То ли еще будет, да? «До свидания!» Субтитры подогнал «Симон»